Курс доллара и евро, апрельский взгляд. Будет ли еще один обвал рубля? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финцоветник. Обсуждаем курс доллара и курс евро. Почему именно эту тему? Потому что в комментариях под вчерашним видео, самый популярный комментарий с большим количеством лайков, это был комментарий про взгляд на курс рубля. Соответственно, комментарии приветствуются под видео. Содержательные, односложные, все хороши. YouTube поднимает видео именно по количеству комментариев. Ну, а на комментарии содержательные будем отвечать в комментариях или в новых видео. Вот здесь в новом видео отвечаем. Ну, а еще был здесь комментарий про то, что кликбейтные заголовки. Ну, вот в частности, был вопрос там про пожар в экономике России, про обвал курса рубля. Тоже я и комментарием текстом ответил. И в этом видео могу пояснить, почему оно называется, будет ли еще один обвал рубля. Потому что в феврале доллар-рубль был 60 с небольшим, а в марте уже 80 с чем-то на пике. Если что-то за месяц обваливается на 30%, то есть курс рубля, то это кроме как обвалом никак и не назовешь. И в текущей ситуации, учитывая тему предыдущего видео, о том, что цены на нефть в моменте вообще уходили ниже нуля, то есть поставщики нефти были готовы доплачивать за то, что покупатели у них нефть забирали. Именно так было на американских биржах. Может возникнуть вопрос, а не будет ли проблемы для российского рубля на этом фоне, если цены на нефть экстремально низкими сейчас находятся. Да, нефть марки Brent торгуется по 20 долларов. То есть здесь там ни 0, ни 5, ни минус сколько-то. Тем не менее, это минимум за очень большое количество лет. Так низко мы не были ни в 2016 году, ни в 2008 году. Ну вот где-то, наверное, в начале нулевых последний раз были такие экстремально низкие цены на нефть. Как это повлияет на курс доллара и евро? Здесь комментарий первый. Курсы доллара и евро к рублю изменяются примерно одинаково. То есть на самом деле, когда мы говорим, что курс доллара там будет расти или падать, скорее всего курс евро будет изменяться примерно так же. Вот мы же вот сегодня видим, доллар к рублю снижается и евро к рублю тоже снижается. Плюс-минус одинаково они снижаются. Евро к доллару, да, есть определенные колебания, но амплитуда колебаний по курсу евро-доллар за последние несколько месяцев, даже с учетом неспокойности этих месяцев, была в пределах 5%. То есть на самом деле, да, доллар к рублю и евро к рублю примерно в одинаковых направлениях изменяются. Итак, какой у нас прогноз по доллару? Ну, а такой же прогноз будет у нас и по евро. Сначала посмотрим на общую картинку. Доллар на пике составлял 81 рубль с лишним, почти 82. И после этого несколько откатился. Ну, сейчас началась еще одна такая вот фаза роста, которая может несколько продолжиться, несколько дней, то есть в течение конца апреля и может быть даже мая. Почему? Потому что цены на нефть действительно экстремально низкие. И когда последний раз вот доллар в район 80 ходил, на самом деле цены на нефть в этот момент были в районе 25-30. То есть нефть сейчас торгуется примерно на 20-30% ниже, чем она была, когда вот доллар был на своих пиках. Поэтому вполне вероятно, отсюда мы делаем вывод, что вопрос, может ли сходить еще раз доллар на 80, ну и евро, соответственно, к максимуму, которые тоже там были, это может быть район 89. Ответ да, вполне может. И я не удивлюсь, если доллар-рубль будет по 80, при этом если это будет, ну скажем, в течение ближайшего месяца. Цены на нефть действительно сейчас экстремально низкие. И действительно экстремальный избыток предложения нефти есть. Нефти просто очень много. И конкретно сейчас мало кто ее покупает. Да, и покупают только по очень низким ценам. Это, конечно, должно ударить по курсу российского рубля, учитывая, как сильно российская экономика и куча крупных компаний завязана на цены на нефть. Тем не менее, здесь должен быть следующий вопрос. А какой, может быть, потолок у курса доллара? То есть, если доллар, скажем, может сходить на 80, может ли он сходить, например, на 90, может ли он сходить на 100? Теоретически, конечно, все всегда возможно. Но вероятность того, что доллар мы увидим не просто по 80, а вот именно там 85 или 90, ну такую вероятность я оцениваю как весьма низкую. То есть, вероятность доллара по 90 я оцениваю как весьма низкую. Почему? Дело в том, что нефть, конечно, играет сильно против курса рубля. Ну и за рост и доллара, и евро к рублю. Но есть еще один другой весьма сильный фактор, который курс рубля поддерживает. Ну и в данном случае играет против валюты. Это действия Центрального банка Российской Федерации. Еще 19 марта анонсировал ЦБ РФ, что по бюджетному правилу будет продавать валюту, соответственно, на внутреннем рынке. Продажа валюты, то есть, соответственно, покупка рублей, это мера, которая поддерживает курс рубля. И с 19 марта это началось. Очень легко на графике это увидеть. То есть анонс, что 19 марта они начнут это делать. И смотрим на график доллар-рубль, когда доллар начал снижаться к рублю. 19 марта. Обратите внимание, пик был 18-го, потом 19-го тоже там где-то, наверное, с утра какой-то пик. И после этого такая красная свечка вниз. И вот те значения, которые были по доллару 19 марта с утра, они так и остались пока что в этом году максимальными значениями. При этом стоит отметить, что ЦБ регулирует размеры продаж валюты. Давайте с вами посмотрим некоторые числа. Во-первых, посмотрим продажи, вот самые свежие, которые известны. Это продажи, которые были 20 апреля. Здесь получается 16,8 миллиардов рублей. Запомнили это число. Далее. Возьмем ситуацию, которая была неделю назад. Неделю назад это было, ну скажем, примерно 15, 14, 13 апреля. Вот если посмотреть на 14 апреля, можно увидеть, что 14 апреля продали на 12,9. 13 апреля продали тоже на 12,9. И видно, что если, скажем, 13-14 апреля, видите, доллар был, соответственно, 73 рубля, 73-74. Сейчас вот он 76, то вот после такого вот роста доллара к рублю, ЦБ нарастил объемы продаж валюты. Не исключено, что если доллар уйдет, скажем, в район 80, то ЦБ продаст валюту там не на 17 миллиардов, а может быть там на 18, на 19 или на 20. Таким образом, мы видим такое вот определенное противостояние со стороны ЦБ росту валюты. ЦБ продает валюту из запасов, обменивает на рубли и поддерживает тем самым курс рубля. И, видимо, как раз район 80 рублей, именно при долларе по 80 рублей, мы увидели вот начало вот этих валютных интервенций ЦБ, именно этот курс является, наверное, каким-то определенным таким потолком, ниже которого будут стараться держать курс доллара. Соответственно, район 80 по доллару вполне может быть, ну, наверное, плюс-минус 2 рубля, потому что, сами понимаете, там, да, какие-то колебания внутридневные, всегда могут быть рубль 2 легко в любую сторону. Вот, это делает низковероятным доллар, скажем, там 85 или 90, потому что у ЦБ, если так вот посмотреть, собственно, да, вот на то, сколько они там будут продавать, да, вчитаться и аккуратно посмотреть все числа, можно увидеть, что они, да, будут следовать этому механизму до 30 сентября, и, скорее всего, в ближайшие месяцы запасов у ЦБ хватит. В каком случае я буду готов отменить такой прогноз или признать, что, скажем, там, доллар может быть и 85, и 90, в случае, если цены на нефть будут длительное время держаться на экстремально низких значениях. То есть ЦБ сейчас запасы валюты продает, запасов хватает, но понятно, что запасы не могут быть бесконечными, если, там, нефть будет экстремально низкой, там, полгода или хотя бы, там, 3-4 месяца, понятно, что ЦБ не сможет, там, удержать доллар ниже 80, евро ниже 90, тогда может быть поход и в более какие-то крупные значения. Тем не менее, кажется, что у ЦБ хватит запасов по текущей картинке, у них есть определенный запас прочности, и еще помним, вот, видео наше вчерашнее, 11-минутное, советую посмотреть, потому что там речь шла о том, что нефть продается по экстремально низким ценам, но нефть с поставкой вот сейчас, в конце апреля, в начале мая. Если посмотреть цены на нефть с поставкой где-нибудь в конце лета, можно увидеть, что там она ближе, там, 25-30, то есть не такая низкая, но нефть с поставкой к концу года, там, и вовсе, там, по 35 и, там, ближе к 40, тоже можно найти по фьючерсам. Соответственно, рынок закладывает в такие рыночные ожидания, то, что нефть постепенно будет восстанавливаться ближе к концу года, и, скорее всего, запасов у ЦБ хватит. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Напомню, что лайк, подписка, комментарий, колокольчик, стандартный джентльменский набор. Чем больше комментариев, тем лучше. Любые комментарии пишите на содержательный, постараюсь ответить, или, может быть, в следующие видео записать. Значит, и у нас в субботу стартует курс для начинающих инвесторов. Если вы хотите с нуля изучить основы инвестирования и получать в реальном времени информацию, во что лично я вкладываю деньги, что покупаю, почему что продаю, то подписка на 2-годные инвестидеи будет в разделе сообщества. Ссылочка есть на описание, также под видео ссылочка будет на тоже вот эту вот страницу, где можно подробно все прочитать. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успешных инвестиций.